В Сочи более 70 объектов показа. Один из них – Тесосамшитовая роща. Туристы, да и местные жители, любят приходить сюда и летом, и зимой. И впечатление от экскурсии зависит еще и от того, как удается добраться до этого объекта. А пройти к Тесосамшитовой рощи с недавних времен стало сложно, поэтому и начался ремонт полотна. Заасфальтирована проезжая часть, проложена ливневая канализация. Есть теперь и пешеходные дорожки, выложенные брусчаткой. Но так не до самого конца. Большая часть дороги на сегодняшний день выполнена, однако 26 июня в результате выполнения строительно-монтажных работ сошел оползень. Данная ситуация признана чрезвычайной, на что имеется постановление решения ЧАЭС. В настоящее время комиссии администрации города Сочи принято решение о необходимости корректировки проекта, по которому ведется капитальный ремонт. Значит, проект на сегодняшний день откорректирован, проходит техническую экспертизу. Планируется восстановить бетонное ограждение, которое защитит полотно от оползня. Но на это нужно время. Так что туристы пока добираются пешком. Несмотря на дорожные трудности, разлюбить сочинские красоты вряд ли получится. Нам просто первый раз очень понравилось, поэтому пришли второй раз. А вообще мы были в Дендрарии. Собираемся на Красную Поляну, на Олимпийские объекты. И еще в Абхазию. Просьба к строителям от всех экскурсионных фирм отремонтировать дорогу таким образом, чтобы к достопримечательностям подходили большие автобусы. В этом году многие объекты туристического показа стали более доступными за счет реконструкции дорог. Как пример, чайные домики в Учдере. Запланирован ремонт восстановления дорожного полотна к нарзанному источнику Чижепсер, расположенному по дороге в Красную Поляну. К обезьянию Питонию, к улице Мира давно уже требуют этого ремонта. То есть в течение последнего года постоянно прокладываются коммуникации, какие бы то ни было. И окончание работы планируется в конце лета. В целом на ремонт муниципальных дорог, которые ведут к городским объектам показа, в общей сложности будет потрачено 400 миллионов рублей. Компания ФКТ.